привет всем с вами александра и собачки сегодня мы прочитаем вам письмо от вселенной для тех людей кого ваша интуиция привела сюда на наш канал мое намерение и установка сделать чтение связанное с любовью и отношениями трудными или легкими для тех кому нужно это услышать больше всего итак дорогие девочки и мальчики с нами снова таро мухи на дне колоды у нас освобождение от оков освобождение от цепей вот собачки согласны информация идет очень быстро она не всегда мягкая то есть она острая как вы видите от нее нужно защищаться или если это вы приносите кому-то информацию своему партнеру то вы идете жестко навстречу непреклонно несмотря на то что головка наклонена да у вас есть кольчуга то есть вы приготовились вы защищены его ничего не боитесь и вы может быть даже торопитесь донести эту новость то есть или вы идете к партнеру или он идет к вам следующие карты нам покажут смотрите если это вы мальчики потому что мальчики спрашивают меня как же мальчики вот если вы мужчины то это вы несете сообщение своей паре о том что отношения закончились если же вы женщины то ваш мужчина несет это сообщение о том что отношения закончились и этот человек готов к разрыву я сожалею но здесь выглядит так что это не неожиданно то есть это не башня то есть это просто финальное решение и может быть даже оно решение кстати сгоряча она не неожиданная но но сгоряча может быть после очередной ссоры может быть вы находитесь в состоянии ссоры со своим партнером и думаете что любви уже нет такое тоже может быть и думаете что все закончено и это конец но это просто самый такой эпицентр сейчас мы находимся в эпицентре событий когда два человека находятся в ссоре и думают что это конец мальчики вы или девочки и каждый идите каждый защищает свою позицию но это же обычно да в ссоре так и бывает то есть это неудивительно каждый думает что он прав вы думаете что вы правы ваш партнер думает что он прав но видите здесь задействовано скорее всего вопрос официальных отношений а здесь не говорится о треугольнике никаком пока здесь просто говорится о том что а вы разошлись во мнении может быть разошлись может быть если вы жили вместе то вы объявили что вы разъезжаетесь или объявить объявите что вы разъезжаетесь или получите такое известие то есть если вы в ссоре то вы наверняка так рассорились что вы готовы расстаться если хотя бы это даже брак то вы готовы разъехаться но может быть даже временно не обязательно это развод это просто такое обдумывание событий да и это все очень происходит быстро это происходит так быстро что эта девочка замешательстве она ну один из вас оба вы готовы но поскольку это так быстро у вас процесс такой замешательстве то есть вы готовы к разрыва но вы не готовы к осуществлению в самом деле шагов которые нужно для этого но это вам приносит радость кстати видите эта карта счастья это говорит о том что вы оба уже давно созрели это такая ситуация здесь мои хорошие когда вы оба давно созрели и когда в самом деле разрыв приносит вам счастье и удовольствие и яркое будущее кстати то есть закончится ваш период одиночества период когда вы друг друга не понимаете потому что карта отшельник перевернутый говорит о том что люди духовно разные то есть люди совершенно разговаривают на разном языке они давно давно потому что карта отшельник это время давно отчужденные друг от друга давно закрыты друг от друга то есть может быть а каждый из вас прекрасный человек в отдельности и другие это может быть видят потому что солнца бы здесь не было если бы это было не так то есть этот разрыв вам на пользу обоим то есть вы должны наверное пройти уже свой урок какой то вы прошли с этим человеком и с благодарностью его отпустить потому что любви уже нет король чаш перевернутый это самое питом то есть ждать и надеяться не на что события происходит быстро да вы думаете что каждый прав но это и окей оставаться при своем мнении потому что вы не хотите навредить друг другу до никаких шансов у вас нет на вас возрождение сейчас на возобновление отношений и возможно у вас есть дети которые нуждаются в вашем внимании общем поэтому и солнце здесь выпало потому что это вас держит это вас связывает ваши дети скорее всего но вы ничего не хотите принимать во внимание никак не на какие уступки не идти потому что вот эта карта семерка жезлов сочетание шестерка чаш перевернутый говорит о том что вы стоите на своих позициях ни на какие уступки не хотите идти то есть у вас сейчас сейчас просто в данный момент все чувства и все память о прошлом она просто на заднем плане стоит потому что этому человеку нужно защищать себя сейчас то есть вы просто не хотите думать о том что было вы не хотите думать что вы все-таки были счастливы друг с другом вам сейчас нужно действовать каким-то образом потому что вот эта карта активности и кто знает может быть это и развод и я была не права потому что вот эта карта говорит что назад пути нет то есть если вы официально в браке то это может быть и развод потому что здесь есть все таки person человек и здесь есть старший аркан иерафант который говорит о том что он но на духовном уровне вы уже давно в разводе скорее всего ну вам предстоит это тяжелый процесс не очень легкий но вы готовы бросить уже это эту ношу и в общем то вы считаете что вы несли все на себе в этих отношениях и вы устали но это логично конечно наверное каждый из вас так думает потому что когда два человека не понимают друг друга это все происходит но вы успокоитесь видите вот эта карта последняя говорит о успокоении то есть вся эта активность которая сейчас происходит все эти слова может быть горькие и неприятные и нелегкие все это успокоиться и у вас наступит период облегчение когда человеку легко когда он не хочет ни о чем думать когда вот такая активность сменяется восьмерка сменяется четверка и вот эта активность когда вам приходится бегать вокруг организовывать вещи какие-то которые вы не собирались даже организовывать вам приходится менять свой быт вам приходится переезжать вам приходится делать очень много разных шагов но вы рады потому что ваша духовная пустота закончится и у вас этот тяжелый груз который вы несли он с ваших плеч упадет спадет да то есть конечно солнце здесь в самом центре событий получается не хочу его закрывать потому что это положительная карта из этой ситуации я думаю вы вынести положительное видите ребенок да он ребенок остается то есть если у вас есть детишки может быть у вас кстати не детишки есть а какой-то общий проект все еще вы сможете над ним работать и это будет успешно потому что каждый из вас его любит холит и лелеет и не желает нанести вреда даже если может быть сейчас вы думаете что другой человек не очень ответственный или может быть не так любит или не то делает нет он в самом деле ответственный он любит и делает это так как может поэтому ребенку всегда полезно с двух сторон получать внимание и любовь и это хорошо это лучше чем когда мама и папа живут под одной крыше и очень до их духовно далеки друг от друга то есть это физическое существование очень вредит детям когда они маленькие наверное ничего но когда они уже начинают быть подростками это начинается уже тяжелые времена и для ребенка то есть он скорее поймет вас когда вы счастливы и потому что эта карта все-таки солнце счастья то есть если вы объясняете ребенку что мама и папа отдельно счастливы без друг друга то он это вполне поймет потому что дети понимают иногда больше чем взрослые а вот и я могу вытащить карту совета но здесь уже говорится о том что вы успокоитесь процесс у вас завершится очень быстро и конечно хорошее вы будете помнить это сейчас данный момент вам не хочется об этом думать и не нужно потому что вам нужно силы чтобы в общем-то взять то что принадлежит вам потому что здесь все-таки должна быть справедливость да и все уже конечно разрушена и карта совет говорит о том что падайте но смотрите соломку подстелите себе потому что это хорошо когда человек падает из башни это говорит о том что он вырывается в данном случае из какой-то тюрьмы которые он сам себе построил или может быть из отношений которые уже отжили свое или может быть это что-то что уже не устраивает двоих людей потому что два человека все-таки падают оттуда из этой башни и вот одному из вас пришло озарение сообщить это решение о разрыве не обязательно развод как я сказала это может быть просто разрыв и это башня она такая очищающая то есть принимайте это сам достоинством отстаивайте свои интересы карта говорит что у вас есть преимущество в этом положении тот человек который смотрит этот расклад у вас есть определенные преимущества не упускайте своего шанса чтобы в общем то достичь хороших выгодных условий этого разъезда друг другом не прячьте голову в песок как страус здесь говорится потому что это может быть девочка она немножко до азот но она ей хочется разделаться совсем быстро и уже не важно как да лишь бы быстро так не нужно делать карта говорит потому что все-таки это башня нужно собирать свои осколки у вас есть хорошее место на котором вы можете построить новую башню потому что у вас это real estate не они всегда заключается собственность не всегда заключается в материальной собственности то есть у вас есть все свое вы держите при себе да вам придется наверное скорее всего или съехаться или разделиться но это процесс который вы с достоинством потому что солнце здесь есть и в общем то даже с радостью вы будете делать и в конце концов вы будете счастливы и спокойны по крайней мере в ближайшее время потому что когда это все закончится и все утихомирится и вода успокоится и эмоции успокоятся тогда вы сможете спокойно вздохнуть взглянуть на мир и быть снова счастливыми потому что эта карта говорит о хорошем исходе о положительном она в центре событий мне было приятно быть с вами если вам нужна индивидуальная консультация или помощь по любому вопросу от карт таро и от вселенной пожалуйста обращайтесь ко мне по адресу папеса 8 8 8 8 8 от gmail.com с вами была александра и собачки пока пока